Так вот вы хотели, а я вам очередной раз. Слушайте, что это у меня такое? Да теперь смотрите уж программу «Дом, милый дом», потому что я вам демонстрирую низкие цены. Низкие цены. Теперь подумайте, сколько стоит участок в городе Магнитогорске? Ну, сколько стоит участок в городе Магнитогорске? Полтора миллиона? Ну, наверное, вы будете и правы. А может быть, 20 миллионов? И, наверное, вы тоже будете правы, если это хуторки, допустим. Да, там все круто такое, естественно. А я вам сейчас скажу, сколько реально стоит участок в городе Магнитогорске? 7 тысяч долларов. Ну, примерно 400 тысяч рублей. Доехать до сюда вообще никаких проблем. То есть надо понять. Да, конечно, я живу в Ленинском районе, но дело в чем заключается? Ленинский район, Правобережный – это все. Больше никуда не поехать. Но Правобережный там еще как-то может чуть-чуть у него западный есть. Ну, и то он уже кончился практически. Дальше идет Орджоникидзовский район. Так вот, по генплану город Магнитогорск развивается на юг. Извините, но Ленинский район – это ничто. Правобережный – это тоже ничто. Дальнейшее – это развитие Орджоникидзовского района. И надо понять, что до той позиции, до куда мы сейчас дошли, это третья часть города Магнитогорска. То есть он должен быть большим городом. И примерное население – полтора миллиона человек. И благодаря комбинату надо понять, что если бы не комбинат, то вообще вопрос такой интересный. То есть когда мы смотрим на бюджеты России, мы понимаем, что доля промышленных предприятий – это всего 6%. Но доля промышленных предприятий в Магнитогорске – это гораздо больше. Это практически 90%. Потому что все остальное – ну, это так, фуфел. Все остальные вам строят дома. Как можно здесь дом построить? Мы уже вам показали, что 800 тысяч рублей плюс 400 тысяч, и вы получаете нормальный, большой, замечательный дом. Теперь вам надо понять, куда ехать, кто. Надо ли ехать куда-то или не надо это делать. Потому что кто еще вам это может сделать дешевле? Кто еще? Вот такой двухэтажный дом за 1 миллион 800 тысяч рублей. Для переселенцев мы об этом и говорили, а затем разбили спор, на котором здесь будет построен еще и забор по цене в два раза ниже. И это от застройщика. Кстати, не хотите лезть вверх и спокойно работать с первым этажом? Вам за 800 тысяч сделают круче. И по площади трехкомнатные квартиры. А внутри уж делайте сами. У нас место очень хорошее именно для строительства. Почему? Потому что это все рядом с городом. Вы посмотрите, какой здесь воздух, какие здесь пространства. И место предполагает наличие здесь хорошего поселка для людей, которые своими скромными возможностями могут себе позволить вот такой дом. Место прикольное теперь понять, так где это. Но пока это юг города. С другой стороны, это еще и не предел. Гору Маяк помните? Так вот она. Это территория города. Так что, давайте-ка сюда. И вы задали вопрос, где такое место? Я покажу, что это такое место, поселок Благодатный. Как сюда доехать? Да я здесь постоянно езжу. Когда вы смотрите программу Автостоп, я по этой замечательной дороге, по западной дороге, которая начинается от 20 лет магнитки, и вот она выезжает в сторону Кизила и Сибаи, так же еду. То есть вы понимаете, то есть какая дорога здесь. Здесь дорога просто изумительная. Поселок Благодатный. Начинается, начальная его часть, это как раз вот там, где заканчиваются звезды. Но с этой стороны вы поймете, как доехать. То есть две дороги. Прямая дорога, вот здесь она находится, и немножко другая дорога, по полям. По полям дорожка начинается в аккурат... Тут лесопилка такая стоит. Она московская, естественно. Да вы поймете, проехать-то несложно. То есть вы просто приедете и посмотрите, тут ничего сложного нет. Ну посмотрите. То есть до сюда добраться вообще никаких проблем нет. Можете здесь проехать, можете там проехать и понять, что это новое строительство. Тем более какая цена, да? Тем более телефон. Вот сейчас укажу телефоном. 222-888. Еще проще объяснить. Три двойки, три восьмерки. Вот. Где сейчас дело располагается? На улице Уральская, 36, дробь 2. Приезжайте, смотрите и покупайте здесь замечательные дома. Причем вы их можете построить за копейки. А? Как я сейчас опущу все городское строительство? Ну извините, сори. Так и получилось.